Ну, о том, как далее может развиваться, может развиваться этот частичный успех, говорим далее с нами на связи Сергей Гравский, военный эксперт. Сергей, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom, рады видеть. Доброе утро. Доброе утро, рад видеть. Сергей, у вас, прошу, знаете, если мы говорим о ситуации вокруг Бахмута, там и Сергей Череват, и вот мы на него ссылались, говорил о том, что там есть определенные продвижения украинских вооруженных сил, он называл и расстояние там 200, 300, 50 метров, да, до двух километров. Но если эту историю развивать далее, вот если прогнозировать, что такое продолжится и в дальнейшем продвижение в СУ, то чем это грозит для самих оккупантов, Сергей? Ну, вы знаете, я бы не говорил так, что там мы добьемся каких-то стратегических успехов, потому что там есть такое понятие, как сосредоточение и концентрация войск с обеих сторон, там есть понятие географических факторов, там есть понятие удобных и выгодных рубежей для занятия обороны. Но речь идет о вытеснении противника со основных направлений для снятия угрозы наших позиций в районе Бахмута. Да, нужно признавать, что Украина сейчас удерживает западные окраины Бахмута и, в общем-то, делает это достаточно успешно, несмотря на отчаянное продвижение российских войск. Но в данном случае речь идет о срезании так называемого северного и южного выступа вокруг Бахмута, то есть тех клещей, которые российские войска пытались взять в наши подразделения в обороняющий Бахмут. И речь идет о том, что мы в данном случае можем выровнять линию фронта, таким образом уплотнив наши боевые порядки, сократив просто банально длину линии фронта. Таким образом, речь идет здесь именно, знаете, я бы назвал это о таких тестовых действиях, то есть мы отрабатываем алгоритмы проведения наступательных операций, не обязательно в районе Бахмута только, но и в других направлениях, проверяя реакцию противника, как быстро он способен переместить резервы, как быстро он способен сосредоточиться и, простите, как далеко они могут отступить в случае удачных наступательных действий украинской армии, как быстро они бегают, другими словами. Вот это то, что характеризует как бы боевые действия в районе Бахмута на сегодняшний день и в ближайшие дни мы будем наблюдать примерно такую же ситуацию, но надо понимать, что противник тоже реагирует, противник перебрасывает сюда дополнительные ресурсы и, скажем так, дальнейшие действия не будут какой-то легкой прогулкой и ожидать, что мы выйдем на рубежи, с которых начиналась, в общем-то, Бахмутская оборонительная операция. Ну, было бы, наверное, преждевременно. Кстати, об этом я хотел вас спросить, Сергей, о том, что насколько быстро россияне способны оперативно подтянуть резервы, средства, силы, в том числе на бахмутское направление, в сам же, так же говоря, Бахмута, о состоянии их сейчас, вот охарактеризуйте, и как быстро это может быть, и будет ли, кстати? Ну, они уже сейчас осуществляют перемещение своих резервов, и мы наблюдаем даже, что начиная с 12 мая даже из Белоруссии отправлялись эшелоны с российскими подразделениями, которые закончили обучение на белорусских учебных центрах и полигонах. То есть противник подтягивает туда подразделения в численности батальонов, бригад для того, чтобы как бы устранить те бреши в обороне или в брешевых позициях, которые они получили в результате наших контратак. Как быстро они это делают? Ну, вот, в общем-то, в течение недели мы видим, что противник перебрасывает и на южный выступ, и на северный выступ свои подразделения. Мало того, мы наблюдаем его непрерывное, очень медленное, но непрерывное продвижение в самом городе, то есть на улице Ливаневского сейчас наблюдаются такие достаточно активные боевые действия. То есть противник не оставляет желания овладеть Бахмутом полностью, поэтому они достаточно сильные. Да, можно много рассуждать о их боевом духе, но здесь основной акцент нужно делать на массовость войск. То есть просто то количество, которое сосредотачивается сейчас в боевых действиях против Украины, оно достаточно серьезный фактор, чтобы исключить его из нашей оценки. А то, что эти войска недостаточно стойкие, ну, противник может как бы их заменять, поэтому, повторяю, боевые действия там идут с таким очень высоким напряжением. И поэтому, ссылаясь на Сергея Чреватова, который вы озвучивали, можно говорить, что каждый метр земли нашей дается нам с очень большими усилиями и серьезными потерями. Тут уточнение. Вот вы сказали о том, какое моральное состояние, в том числе оккупантов. А в каком они состоянии? Учитывая то, что Минобороны Российской Федерации сообщают о том, что там два полковника погибли, мол, лично руководили отражением украинских атак. Вот насколько реалистична это, в принципе, история в контексте того, что там все-таки настолько все плохо, что даже сами полковники, ну, можно сказать, лично, чуть ли не там сидят в окопах, да, и помогают отражать атаки. Да, ну, нужно понимать, что здесь просто нельзя рассматривать это в таком, знаете, в единичном варианте, а нужно рассматривать ситуацию в комплексе. Да, в результате наступления украинских войск позиции именно подразделений российской армии посыпались, они начали такой достаточно лихорадочный отход. Вот коллеги, которые находятся сейчас на фронте, сообщают о том, да и, в общем-то, и открытые каналы об этом говорят, что противник кричит, что уже они оставили Клещеевку, хотя это неправда, и что, в общем-то, говорит о достаточно высоком уровне панических настроений в рядах российских войск. Мотивированность войск, она объективная, в общем-то, всегда была достаточно низкая в российской армии, но я повторяю еще раз, несмотря на все эти факторы, которые негативно влияют на боеспособность российской армии, их еще очень и очень много. То есть пока они могут переламывать вот эти недостатки или, так сказать, низкий уровень морально-психологической готовности воевать огромным количеством своих людских ресурсов при недостаточной обеспеченности техники. Укомплектованность техники там невысокая, но для таких боев они, в общем-то, пока справляются с этой задачей. Давайте далее поговорим о мотивации, которую точно теряют российские оккупанты, ну, как и теряют, в принципе, тыловые позиции и в Луганской области. Они при этом пытаются спрятать военную технику и не задерживаются надолго на одном месте, так как боятся обстрелов. Ну, кроме того, среди них, вот среди оккупантов участились случаи дезертирства. Об этом заявил глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко. Давайте услышим его позицию и продолжим обсуждение. В Луганской области продолжаются артиллерийские дуэли. Активных наземных операций российские военные не проводят. Они используют артиллерию и авиацию с целью разрушения деоккупированных населенных пунктов и путей сообщения наших тылов. На временно оккупированных территориях региона произошли мощные взрывы не только на передовых позициях и в местах дислокации российских войск, но и в тылу. И это свидетельствует о том, что уже у противника нет тыловых позиций в Луганской области. Все простреливается. Они передвигают военную технику по тылам и ищут новые возможности по формированию позиций. Роман Власенко, глава военной администрации Северодонецкого района, в эфире марафона «Едыни новыны». Сергей, какова ваша оценка того, что происходит и в тыловых местах Луганской области, ну имеется в виду для российских оккупантов, понятно. И смотрите, если говорить о потере определенных позиций, потере мотивации, о чем вы уже также говорили и вспоминали в эфире нашего телеканала, то, знаете, стоит ли учитывать вот эти хлопки, которые там происходили и, возможно, там при участии или связывать с заявлениями о передаче Украине этих дальнобойных орудий, способных бить на несколько сот километров? Да, безусловно. В общем-то, нужно понимать, что одной из задач подготовки или проведения первого этапа наступательных действий украинских сил обороны является уничтожение командной структуры, уничтожение структуры логистики и место средоточения личного состава и боевой техники противника. В общем-то, с этим и связана такая методичная и последовательная работа по тыловым объектам в глубине боевых порядков противника не только в Луганской области, но, в общем-то, и в Донецкой, в Запорожской, в Херсонской области, где мы постоянно ведем такие действия, методично уничтожая критически важные объекты инфраструктуры и командную систему противника. Поэтому, да, это как бы позволяет нам минимизировать те преимущества, которые имеет противник. То есть, мы понимаем, что объективно, то есть, несмотря на то, что они недоукомплектованы, они имеют большое количество вооружения и боевой техники, в частности, танков и артиллерии, и понятно, что танки не будут стрелять и двигаться, если и артиллерия в том числе не будет стрелять, если у них не будет банально боеприпасов и топлива. Опять же, не получая команд с командных центров, они тоже теряют инициативу и больше подвергаются паническим настроениям, если говорить так. Поэтому такая последовательная методичная работа, она ведется, в общем-то, давно. И с получением более дальнобойных систем мы получили возможность влиять на инфраструктуру, логистическую и командную инфраструктуру противника на гораздо большей глубине, что серьезно ослабляет их возможности и проведения маневров, и сосредоточения необходимых ресурсов на определенных направлениях, и перемещение личного состава, потому что они вынуждены его рассредотачивать, то есть, мелкими группами на большой площади, а это тоже усложняет вопрос именно создания ударных группировок. Таким образом, мы, если так двумя словами, проводим сейчас этап дефрагментации или фрагментации полностью, вернее, фрагментации обороны противника, что имеет цель и облегчить наши задачи по дальнейшему наступлению. Вы понимаете, Сергей, что у врага нет фактически тыловых позиций, и что это означает? Будут ли тогда туда подтягивать ПВО, или, как говорится, для Российской Федерации их и так мало, чтобы еще позаботиться о Луганске, учитывая, что от линии фронта, там, напомню нашим зрителям, около 105 километров на самом деле. Как вы считаете, будут туда подтягивать ПВО? Ну, вы знаете, для них, в общем-то, было шоком, когда несколько дней подряд наносились удары по объектам на территории Луганска. То есть, та хваленная система ПВО, о которой они говорили много раз, оказалась совершенно неэффективной. Таким образом, они понимают, что выбора у них нет, и единственное, как они могут влиять на это, даже несмотря на то, что они, возможно, и, скорее всего, будут перебрасывать дополнительные ресурсы ПВО, дополнительные ресурсы систем радиоэлектронной борьбы, они вынуждены будут действовать старым, как говорится, дедовским методом, а именно дополнительным рассредоточением сил и средств, то есть размазывая вот эти подразделения на большей территории. Но нельзя забывать о высокой эффективности нашей разведки, и мы, в общем-то, засекаем дислокацию противника в количестве 20, 30, 40 человек. Мы знаем о размещении их баз боеприпасов, мест ремонта и сосредоточения техники. Поэтому мы просто будем и дальше методично уничтожать то, что доступно нашим средствам поражения, имеется в виду и дальнобойная артиллерия, и системы залпового огня, и дроны. Ну и теперь добавились ракеты дальнего радиуса действия. Давайте далее поговорим о состоянии дел на южном направлении. Россияне сосредоточили на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей около 152 тысяч личного состава. Они готовятся к обороне. Об этом заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк. Ну давайте услышим. Есть определенное движение в Запорожской и в Херсонской областях. Россияне что-то вывозят, кого-то эвакуируют, что-то пытаются украсть. Но реального отвода боевых подразделений мы не видим. Например, Энергодар. Они оттуда не уходят, но забирают все, что могут вывезти. Автомобили, оборудование из больниц. Они четко отдают себе отчет, что там будут боевые действия. Готовятся к обороне, усиливают свои укрепления и строят новые. Противник понимает, что сил для каких-то активных наступательных действий у него уже совсем не осталось. Единственная задача, которая перед ним стоит, это удержание тех позиций, которые у него сейчас есть. На временно оккупированной части Херсонской области мы наблюдаем такие же процессы. Андрей Черняк, представитель главного управления разведки Минобороны Украины, в комментарии РБК «Украина». Сергей, смотрите, если они не собираются уходить, да, вот господин Черняк отметил, что что можно вывозят. Ну, понятно, что мародеры, понятно, что они абсолютно, знаете, опустошают любые вещи, любые помещения, любые здания, которые могут. Это все понятно. Но если они как бы не собираются уходить, то вот что сейчас они там делают, да, возможно, к чему готовятся? Возможно, и к дальнейшим каким-то случаям проявлений вот этих жестов доброй воли, которые мы тоже видели неоднократно. Вот в каком сейчас, да, в какой обстановке сейчас находятся оккупационные войска? Давайте так, в Запорожской и Херсонской областях. В Запорожской и Херсонской области мы сейчас наблюдаем, да, действительно, достаточно серьезное сосредоточение войск, или, как говорят иногда, туда нагнали кучу пушечного мяса. Противник отчаянно окапывается, создавая там линии обороны. Вокруг Токмака вообще создали зону круговой обороны, чтобы показать, что они готовы его оборонять и будут оборонять. Но, знаете, эти серьезные позиции, эти серьезные укрепления, они имеют смысл только тогда, когда в них находятся мотивированные подразделения, готовые драться до последнего. Тестовые, как говорится, действия наших подразделений на Бахмутском направлении показывают, что мотивация и стойкость это не являются сильной стороной российской армии. Поэтому при грамотном планировании боевых действий мы имеем все шансы, как бы, с небольшими потерями, потери, к сожалению, будут, с небольшими потерями все-таки прорвать эти укрепления и линии обороны, что может действительно привести к жесту доброй воли. Ну и нужно понимать, что это направление является критически важным, как для нас, так и для противника. Поэтому они будут делать все возможное для того, чтобы минимизировать негативные последствия. То есть они будут пытаться и далее наращивать группировку войск, потому что мы видим, что за последние 2-3 месяца эта группировка возросла как минимум в 2-3 раза. И они, как бы, пока демонстрируют готовность защищаться. Но, повторюсь, повторю те слова, которые я говорил в предыдущем нашем блоке. То есть Украина это прекрасно понимает, и мы продолжаем методичную работу по фрагментации обороны, нанося удары по объектам и в Херсонской, и в Запорожской области. Противник на сегодняшний день уже даже не пытается атаковать, а просто пытается как можно глубже зарыться в землю, ну и как бы, как они думают, встретить украинский удар и выдержать его. Имеют ли они на это шансы? Ну посмотрим, к чему готовимся мы, где мы выберем направление главного удара, потому что на сегодняшний день мы уже решаем, где проводить активные наступательные действия. Противник, как говорил представитель главного управления разведки, уже не рассматривает вопросы и не будет рассматривать вопросы активных наступательных действий на ближайшие 6 месяцев. Ну а оборону, которую они, как вы говорите, сейчас усиливают, тем не менее мы видим, что каждый день в сводках генштаба украинского идет речь о том, что они наступательные действия, производив тоже там Маринки, да, они штурмуют, атакуют. С чем связаны эти непрерывные атаки? Ну знаете, тут нужно просто разделять понятия. То есть давайте посмотрим так. Из 1500-километровой протяжности линии фронта мы говорим о отдельных или отдельных наступательных действиях буквально в нескольких даже не участках, а точках. А этими точками является сейчас Бахмут, то есть там наступательные действия. Противник пытается вести действительно на сотнях метрах территории, и речь идет о улицах. Речь идет о Маринке, где противник пытается продвинуться на окраины и вытеснить наше подразделение окончательно с того места, которое когда-то называлось Маринки. И они осуществляют локальные наступательные действия, имея достаточно серьезные ресурсы в районе Сватово-Кременной, в районе Харьковской области, там, где они еще имеют какие-то свои подразделения. Но это именно локальные наступательные действия, там, где они по инерции еще могут продолжать эти действия, где им просто не отменили еще приказ и не приказали остановиться. Там они кидают свои подразделения в бой, опять же, создавая определенное давление на украинские силы обороны, ну, как бы с их точки зрения принуждая нас отказываться от планирования каких-то наступательных операций, что имеет полный смысл. Но речь идет, в общем-то, о таких локальных участках, где российские войска пока продолжают наступательные действия. А на подавляющей протяжности линии фронта мы не наблюдаем совершенно уже каких-то наступательных действий, противник, наоборот, пытается, как бы, закрепиться. А любые атаки, которые он осуществляет, имеют целью только, как бы, или улучшить свое тактическое положение, или не допустить прорыва украинских сил обороны, или, ну, занять какие-то более выгодные рубежи. У меня уточнение, вот помните, буквально три недели назад россияне, вероятно, снова начнут штурм Углидара, силы обороны об этом сообщали, ожидали, собственно, там некие движения оккупантов, но, тем не менее, подутихло. Почему это направление, как вы считаете, вооруженными силами Российской Федерации снова не активизировалось? Мы помним, да, поражение было у них, и вот попыток больше не производят. Почему, Павел? Ну, тут несколько, может быть, вариантов. То есть, вариант такой, что они не сумели сосредоточить достаточное количество сил и средств. Опять же, позиции под Углидаром очень выгодны Украине, и мы держимся за них достаточно упорно и уверенно. И, собственно, эти позиции позволяют нам контролировать прилегающую территорию, не допуская достаточно серьезного сосредоточения войск и, как бы, предупреждая возможные действия противника. Опять же, не будем забывать, что мы осуществляем давление на других участках фронта, и противник, знаете, ну, просто не понимает, где ему ждать беды, и, в общем-то, это приводит к тому, что, несмотря на попытки сосредоточиться или сосредоточить какие-то ударные группировки, он больше пытается, как бы, именно упредить возможные наступательные действия украинских войск. Поэтому, знаете, они действуют достаточно осторожно, в готовности, как бы, переместить свои подразделения для выполнения других задач. В частности, мы с вами говорили уже об Ахмуте, и, в общем-то, противник перебрасывает резервы туда, то есть на те угрожающие, по его мнению, направления, где действительно может развиться украинское наступление, они перебрасывают свои подразделения, что говорит о их достаточно ограниченных ресурсах, именно боеспособных частей. Понимаете, одно дело посадить охранника окопа, который будет просто статически занимать место в окопе, и другое дело подготовить и перебросить ударное подразделение, которое, ну, будет способно на какие-то активные действия. Вот с этим, в общем-то, может быть и связано то, что они не сумели организовать наступление, очередную атаку на угледар.